всем привет сегодня философия для тех кто впервые решил начать смотреть мое видео выключайте это видос строго для определенного списка людей которые любят их смотреть сегодня у нас даже не будет такой особо серьезной темы это будет легкое лирическое отступление ну в общем все как обычно вы не волнуйтесь я наснимал кучу классных видео по теории музыки но жизнь такова что я просто не могу выкладывать потому что каждый последующий будут смотреть меньше меньше и меньше и меньше это все глубже глубже и глубже поэтому будем говорить вот тут такой фигни сегодня у нас тема понты да понты их полно они везде это наш менталитет на эту мысль и меня натолкнула обычный пост в новостях вконтакте где были вот такие вот джипеги и вот такие вот картинки собственно поэтому я решил поговорить потому что это ведь не только в айфонах и в одежде проявляется но и в музыке у нас музыкантов тоже есть свои понты а вот нужны они или нет сегодня подумаем на начнем с чего-то более привычного с айфона ну куда же без него это главный понт как был так и есть в принципе сам айфон ничего из себя такого критически плохого не представляет ну да последние годы apple скатилась ничего не придумывает дурит всех это понятно но у нас в россии на самом деле не столько вызывает ненависть айфон сколько айфон щеки вдумайтесь на самом деле это так а почему потому что это способ выебнуться а люди не любят те кто выебываются но с другой стороны если подумать получается не все же кто с айфонами выебываются айфоном а кто да те у кого средняя зарплата на самом деле 15 25 тысяч рублей именно эти люди пытаются за счет него как-то выделиться именно они соответственно считают что с айфоном руках они станут лучше за счет потребительства конечно если мы возьмем человека который получает 400 тысяч рублей то для него купить айфон за 60 тысяч рублей это тоже самое что для меня при моих 40 купить телефон за 6 тысяч рублей ну разве этого ебон да нет для меня телефон за 6000 рублей это какой-то прям минимальный стандарт необходимости в современном мире чтобы там были какие-то минимальные ну гаджеты которые пригодятся вообще в любой ситуации я сейчас принципе не думаю что такие люди будут гордиться айфоном последним не последним да им пофигу с таким бюджетом и вполне логично представить что молодой человек получающий полмиллиона рублей в месяц уже проживающий как наверно в москве вполне может позволить себе подарить свои пассии ну или любимой девушки айфон хотя я не думаю в этом случае вот я бы не стал дарить своей девушки телефон за 6000 рублей да и вообще телефон вот нет ничего особенного особенно для девушек которые бросят этот айфон потому что ну это типичные бляди и это не делает их лучше абсолютно никак это просто выводит их на общий принятый уровень и кстати недавно смотрел видео по моему афоня тв называется канал где парень накормил девушку говном он подобрал какашку на улице уж не знать чего происхождения запек и и шоколаде позвонил девчонки сказала помнишь это я владик мы вчера в клубе были он горит не помню грунт я был на audi тт она сразу вспомнила вот он договорился с ней не на макдональдс не в метро на не согласилась конечно только на то что он к ней заедет на ттхе вот заехал она была молодого человек своего из дома вышел спокойно села к нему в машину он и спрашивает мол ну а как ты так ничего что от своего молодого человека вот так вот взяла пришла ко мне сейчас поедем со мной на что она ему в ответ у нас нет ничего общего мы с ним люди разного сорта он спрашивает а почему с чего ты взяла ну например у него такая зарплата что он не может мне подарить iphone ну в принципе в этот момент до в чем-то захотелось накормить ее какашкой в принципе вот такая реклама афоне тв это моя первая реклама чужого канала кому надо посмотрите кому не надо не смотрите я в принципе все рассказал и я вот честно бы плюнул в лицо тем парням которые при зарплате в 30 тысяч рублей дарят с кому-то своим девушкам и даже непонятно каким-то вообще бабам которые вообще на них клали все чем можно за спиной подарки в конкретно эти айфона за 60 тысяч рублей потому что ну ты пашешь на них два месяца господи два месяца твоей работы еще экономишь там на еде а то и больше берешь кредиты я знаю парня кто уберут в кредиты чтобы подарить ей iphone ну это очень как это больная вот именно наша больная национальная черта менталитета в ебываться при том что нас за душой не гроша и вот я хочу задать вопрос возможно есть такие среди тех кто меня смотрит вот люди с айфонами я не волшись про четверку а вот именно новые айфоны которые стоят там от 50 и выше вот скажите мне когда в последний раз вы дарили своей маме что-нибудь ну хотя бы питеру чисто наликом питер поверьте ей был бы намного приятнее это намного более мужской поступок который вас утверждает а не прогибает наоборот перед непонятно кем и уж тем более она обрадуется если вы подарите ей полте полтос ну конечно она будет радоваться она будет гордиться вами в отличие от какой-то там бабы и будет буквально плакать от счастья что у нее такой сын и вам будет приятно вот это нормальное применение денег если у вас лишние деньги можно не тратить их на всякое фуфло можно я не говорю что надо нести детские дома вкладывать благотворительные фонды нет помогите помогите сделать подарки своим близким или себе причем то что вам пригодится в жизни то есть я в принципе ничего против не имею айфона я не имею ничего против одежды дорогой я люблю качественные вещи там те же самые дорогие часы не говорю что это глупость выкидывает там 20 тысяч рублей за часы но нет если они классные если ты хочешь эту вещь если она доставляет тебе удовольствие почему бы ее не купить но как-то все это должно соотноситься с твоим заработком я понимаю что ты хочешь обдурить всех тем что ты живешь богато но не получается такие люди их сразу видно что они вовсе не то есть чего себя представляет это похоже как знаете на что вот вот на это на тюнинг автоваза то есть ты подходишь к нему он вроде бы крутой а на самом деле мямлит к этому вернемся более музыкальной оболочки и кстати что здорово на таких людях очень хороша наживаются допустим с них берут на каких-то больших организациях то есть на праздниках на свадьбах могут взять теперь допустим фотограф и не пять тысяч не три тысячи рублей 40 тысяч рублей существует определенные парикмахерские где ребята которые не умеют стричь благо теперь могут брать огромные деньги за то что они причесали кое-где выстрелили как например здесь и это будет крутая парикмахерской потому что на ней стоит статус не формальской офигенный парикмахерской куда ходят все стильные ребята и они готовы платить в два раза больше тем кто абсолютно ничего не умеет зато статус зато видимость доходит все вплоть до того что у таких людей никогда нет денег на телефоне они экономят на каких-то мелочах не могут сводить свою любимую девушку потом в кино зато у нее есть айфон и она кстати довольна ей не нужно ни кино ни ресторана не вообще никакие ухаживания ей нужно лишь быть на определенном социальном уровне среди таких же как она у кого этом уровень меряется потребительстве то есть они реально думают что они стали круче хотя ну она как была никто теперь она никто с айфоном ну это ладно хватит об айфонах об вещах перейдем к чему-то более музыкальному в музыке то же самое сплошь и рядом просто это выражается в другом потому что другие ценности сейчас даже можно не говорить о дорогих гитарах в руках не умеющих людей ну хотя нет будем говорить во первых это да это гитары я не понимаю людей которые берут музыкальные инструменты будучи студентами по 100 тысяч рублей по 80 тысяч рублей в кредиты на года на два года переплачивают еще больше сейчас годовые кстати ребят 39 9 минимум на такие вещи можно получить а то и 59 и 9 потому что я ну я знаю кредитную систему это не мебель вам это не шубы никаких рассрочек еще страховку зафигачит то есть вы понимаете что и берут люди берут реальные музыкальные инструменты берут при том что за на ранее знать что это не отобьется лишь бы у вас была крутая гитара и вот когда ты встречаешь такого чувака который весь татуировках у него какая-то офигенная гитара он говорит какие-то глубокие мысли начитавшись на форумах хотя на самом деле по сути в голове у него только вот эти мысли есть чужие ни о чем не обоснованные необдуманные на чем они строятся в общем-то и общаешься с ним он как-то пытается все время выделиться выпендриться потом он берет руки гитару выходит на сцену начинает играть и это сразу понимаешь какой он фуфло более того выработал какой-то иммунитет ко всем людям которые сразу максимально стараются произвести впечатление у меня обратная связь мне кажется они долбоебы и таких людей сейчас очень много и среди неформалов их просто неограниченное количество раньше неформалы это были какие-то интроверты по моему так это слово называется когда никого не пускаешь к себе они молчаливые они не хвастались они давались не выделывались так они не кололи себе кучу татуировок там есть только были какие-то супер прожженные которые ходили в косухах но это на всю жизнь такие оставались а сейчас очень модно именно обколоться татухами при этом сделать какую-то модную там прическу супер там поиграть в рок-группе а есть такие для кого еще модно играть в рок-группе да что интересно мне и при этом ничего из себя не представлять и вот это сравнимо как раз таки с автовазом когда вы подходите каким-то супер там обвесом видите допустим из-за мусорного бака торчит спойлер там что-то еще какие-то там мигалки неон сверху светит издалека там видите да подходите а это семерка и когда начинает ехать у нее тут тоже самое подходите к челу который весь там казалось бы там музыка все там все весь там весь пропитан ею вся его жизнь вокруг этого и он начинает вам нести такую херню или просто мямлит абсолютно невменяемая вещь человек не имеет разговаривать на то что какую-то харизму там умеет то есть никто не будет против и я не против татуировок на честер беннингтоне на адам левиндом допустим да баррель мэнсен и даже на тимати и я не против тату потому что но они сначала что-то кого-то костяк делают а это уже дополнение то есть ребята я не прошу вас быть говнарями никого татухи нет вспомните про айфоны хочется можете позволить делать если вы хотите так выглядеть это ваша жизнь конечно делайте одевайтесь модно покупайте дорогие вещи но чтобы не вызывать никакой агрессии не склоняться под этот вот стереотип педерастии старайтесь хотя бы соответствовать этому ну хоть как-то чтобы не только снаружи все это было но и внутри чтобы не было такого то же самое почему не любят школьников на самом деле не любят их конкретные черты в интернете имею ввиду потому что они выебываются они просто позволяют себе то что взрослые люди себе не позволяют от своей невоспитанности и глупости менять себя не пойми кем именно поэтому их пытается заткнуть а бесполезно у них ума не хватает на то чтобы сообразить что они лошадься сами и то же самое в плане агрессии на самом деле вот того же тимати да его там многие засирают включающего видос но действительно он нарочно специально делают говно чё к нему приделываться она прокатил и раз он делает 23 у нее сейчас на цель на определенный контент весь он одной стилистике абсолютно чуть ли не одинаковый копии выпускает клипов песен и они закатывают поэтому делать снова и снова казалось бы логично видеть там дизлайки вполне нормально адекватно но спускаешься почитать в комментарии чё там люди пишут и понимаешь что это не они то есть видео гневят это не критика а они просто долбоебы люди в основном опускают себя и при этом ставят дизлайк они как-то обоснованно конструктивно обсирают работу black star но это так ответвление и конечно хочу добавить что сразу обрезать на корню не подумайте что я завидую у меня не айфон у меня самсунг пускай лопата но мне удобно с ним не нравится мне хватает зарядки нормально на день точно хотя ему уже годы наверно 45 и когда я покупал он стоил больше айфона такое дело не в том я абсолютно не завидую я краски толкового плана что я не вижу смысла покупать себе гитару когда я получаю за концерт там две с половиной пять тысяч рублей если я получал 50 тысяч рублей тогда бы я и гитар купил да в америке существует такая таблица доходов что автомобиль не должен превышать по моему два ваших заработка целых или три то же самое со всеми остальными вещами никаких то есть пропорции логические как человек должен жить и они друг друга оправдывают чтобы можно было купить запчасти не вылететь потому что там нет смысла понтоваться там все знают все это дружку знаю там ну спальный район это у нас какие то вот такие каждого оболочки социальной сети тоже принцип оболочки инстаграма все используется как возможность создать какой-то мнимый образ себе и завидовать таким людям с этими вот с дорогими вещами которые сами себе пусты внутри это все равно что завидовать не знаю бабам но я вот такая жене женоненавистник женщины они ведь они не работают в принципе и не то что там до 18 лет они после не работают и они не обеспечивают сами себе обучение то есть да и все это им родители делают впоследствии они не покупают себе жилье и даже не думают о том чтобы копить на жилье братья одна сама по себе ипотеку до такого мысля не может быть я женщина не должны такого делать они сами как правило не покупают себе автомобиль в основном там можно копить десять тысяч остальные двести там триста девяносто скажем данком ты ладу им добавляет родители то есть мама с папой помогли но при этом да им легко живется там везде там на учебе они никто никто не женщин там допустим не устраивается сам на хорошую работу да или вообще на работу ну и завидовать им это вообще то есть для меня в принципе это сравнимо что женщина не в какой-то степени инвалиды и я бы ни в коем случае не хотел оказаться даже самой пиздатой бабы которая живет в особняке ничего не делает и и обеспечивают кормежкой питьем и она может ходить заниматься шопингом и в солярии там и на массаж его вся его жизнь я бы даже с ней не хотел поменяться поэтому завидовать таким же людям даже мажором в чем-то но это довольно глупо всего можно заработать нормально самому и уж жить на достаточно ну то есть на вменяемом уровне может каждый парень другое дело что на что вы тратите свои деньги в общем-то всем пока не такой вот маленькое врезочное видео ближайшее время собственно следующем выложу по гаммам потом как их применять как подбирать песни все это вместе очень интересно получилось